Ну что тут скажешь? Была богиня и кончилась вся. Очень жизненная метафора получилась у скульптора. Смотрим. Мы находимся в Генерал-Лубернаторском дворце Музея изобразительных искусств имени Врумеля. Сегодня мы познакомимся со скульптурой советской художницы Татьяны Шушкановой. Называется она «Богиня нелегкой победы». Ну для меня было удивительно, что эту скульптуру сделала художница-женщина. Казалось бы, такую вещь может сделать мужчина, воплотив свой идеал женской красоты. Тем не менее, это женщина. И то, что богиня у нас в таком странном виде не имеет ни рук, ни ног, ни головы, это отсылка к Древней Греции, откуда к нам скульптура часто в таком виде дошла. Достаточно вспомнить знаменитую Афродиту. Но это у нас богиня победы, значит это Ники, и она должна быть крылатой. Если мы посмотрим на спину богини, мы увидим, что крылышки у нее растут, они едва наметились. И даже низко появляется дополнительное крыло, которое я рассматривала как листочек. Мне казалось, что может быть богиня ходила в баню, вот листочек на ней остался. Просто вот эта часть тела получилась очень тяжелой, и нужно дополнительное крыло, чтобы поднять ее в воздух. Под постаментом богини есть вот такая странная фигура мужчины. Мне очень нравится версия посетителей, когда они говорят, что это мужчина, который поклоняется женской красоте, но это тем не менее не совсем так. Это мужчина-художник, а мы помним, что художницей была женщина, и тем не менее она делает художника мужчину, который не просто ей поклоняется, который умоляет ее лететь. Это ники, она должна быть легкой и крылатой. Она, смотрите, она получилась тяжелой. Она не летит, крылья не растут. Это творение победившее художника, вышедшее из-под контроля. Поэтому эта вещь замечательная. Она сделана из чувства юмора, из такой вот глубокой философской подоплек. Субтитры создавал DimaTorzok